я написал статью чтоб вы понимали как соединить джанга в качестве серверной части или бэкэнда и флаты да который написан на дарт да эта статья в описании то есть она является упрощенным планом последовательность как это все делается это я написал вообще для ребят которые участвуют в проекте дев хакерс он появится на днях здесь на сайте дев хакерс там будет в описании ссылка так что следите надо просто кое-что допилить и за его недра будут выращиваться уже серьезные промышленные разработчики потому что мы уже говорим не о том что там изучить джанга там научиться понимать модели а совершенно о других вещах что есть оказывается комплекс действий где надо понимать не просто джанга ага а понимать а как я напишу же профиль пользователя то есть понимать это настолько глубоко чтобы потом все это же выстроить в мобильном приложении оказывается появляется такое понятие как архитектура api а я думаю что многие вообще не понимают разницу между api и restful api вот как раз здесь коротко но очень понятно объяснила очень простые все вещи иными словами все буквально банально просто есть последовательность шагов как мы можем соединить до джанга и флата на место флата может быть абсолютно все что угодно без разницы то есть применяя этот подход можно просто легко масштабировать и сделать абсолютное любое количество там мобильных дистопных и все они будут работать по одним и тем же принципам через rest api читайте и соображайте по сути дела зачем я это сделал а то что в школе появилась возможность раз заниматься реальной разработкой комплексно думать понимаете разницу о том одно дело ага я сегодня изучаю модель джанга это один подход вопрос зачем ты это все делаешь а другое дело перед тобой стоит задача написать профиль пользователя здесь уже модель что-то быстрее изучится почему потому что вообще оказывается понимать надо совершенно другие вещи а как этот профиль пользоваться будет пользователя будет работать других приложений захотели писать чат блок или что-то еще а потом теперь это все надо чтобы работал на мобильном приложении уже появляется понятия совершенно другие без четкого понимания здесь ничего не будет в общем то есть определенный порядок действий придерживаясь которого можно сделать так что джанга будет бэкэндом может быть и сайтом и бэкэндом но мобильное приложение совершенно другом языке будет работать согласно законам которые мы прописали в джанго читайте в описании в описании в описании в описании в описании в описании